За плюсовой температурой реки, озера и водосховища в области поступово позбавляются от ледяного панцира. Односно беспечное таушение леду заховывается литерально на некоторых озерах. Ротовальники усмотнили контроль. Неколькие разов на день у рейды выходят и супрацовники освода, бо некоторые аматоры подлюдной лоули усердшие не спешаются взматывать вуды. Наталья Кузьминская про тонкий лед. Весна нареште пройшла. Слубок термометра сегодня до полс аж до 8 градусов. Не глядячи на это, аматоры подлюдной лоули не спешаются взматывать вуды. 24 сантиметра. Однако при сприяльных умовах на дворе, коли плюсовая температура и у дённой, и у ночной годины протрымается не который час, от ледяной коры ничего не застанется. Там у маршруту, сдувшую акватору, ротовальники сегодня проходят уже не в первый раз. Ибо да, что уговорывают рыбаку покинуть небоспешное хобби. В данный момент спасательный жилет, он недорогой. Вы прекрасно понимаете, когда вы идёте домой, вас ждут дома. Вы как бы в первую очередь думаете, что вы должны вернуться. Не надо ходить, когда знаешь, что лёд может задойти. Ну вот смотрите, вы сегодня пошли, а к вечеру вы можете не дойти до берега. Уже будет не два метра вода отойти от берега, а десять. Это закаляться надо, пошёл вот так и вылез на берег. И все дела. Не надо всегда надеяться на ровность. Найближайшие сутки будут самыми напруженными для ротовальников, потому что, на жаль, для многих уластная безопасность на другом месте по значимости, после доброго улову. По куле одним местом трывалось лёд ещё довольно высокое. Выходит на его относно-беспешно. До приклада, большинство водных объектов столицы уже очистилось от зимового оденя. На Цнянском водосхове, с чаши некольки днём тому, было бачено выход на лёд неси рызаку для життя. Ну я возвращаюсь уже с отдыха. И услышали, как женщина активно звала собаку и посмотрели в ту сторону. Оказалось, что у женщины собака выбежала на середину канала и провалилась под воду. Ну и женщина начала спускаться за ней. Мы с отцом, как и все прохожие, естественно, начали отговаривать. Однако, ниякие попереджени не спынили 60-годовую женщину и литерально просхвилину. И она, вслед за годованцем, опынулась в ледяной воде. Без роздума у школьник разом с батьком начали выротовальную операцию. Вырубили долгий пруд топориками, які несли с пикника. И по крыху начали продвигаться по тонкому льду до женщины. Уже отец прощупал, скажем так, берег, на то, чтобы лед был крепкий. Далее уже я лег вместе с этим хлыстом в обнимку. Отец меня взял за штаны и протолкнул. Я сам же распластался полностью и протянул женщине спасительную ветвь. С перехолоджением женщина была шпитализована. На этот час вядома, что и она находится дома. Миновата, дякуючи спагадливости и мужности семьи рабовых, эта история не пополнила сумную статистику этой зимы. Только у столицы ахверами тонкого льда селета стало три человеки. Наталья Кузьминская, Дмитрий Чумак, Агентство, Телли Новин. Продолжение следует...